Начнем с небольшой предыстории. В некоторой стране, в некотором городе, в некотором районе, возле некоторого АТБ, есть прекрасный спот Американка, которому уже около 10 лет. Данный спот начинался с одного трамплина, в котором был зарыт унитаз. Ходят слухи, что унитаз зарыт там до сих пор. Но, тем не менее, спот уже стал намного больше. И все бы ничего, это была идиллия для райдеров, но некоторым двуногим нравилось гулять там со своими четырехногими. А двухколесные их почему-то смущали. Именно поэтому они жаловались. 50 раз. Так, блять, не пройти, ты понимаешь или не то, лук, молодой? Жаловались. 50 раз. Куда? Куда? Куда войти? Где дорога? Жаловались. 50 раз. И администрация парка не придумала ничего умнее, как за бутылочку водочки отправить Федора Ивановича на тракторе, крушить все. Но Федор Иванович человек в годах очень быстро устал и поехал домой, обещая вернуться на следующий день. Райдеры же не могли допустить этого. Они сгруппировались как одна большая райдерская масса. Они активизировали все свои усилия в социальных сетях и сделали самое страшное, что они могли сделать. Они призвали Виталия Боксеровича. Но смогут ли простые какбои на стальных лошадях остановить тяжелый кулак бюрократии? Не переключайтесь и вы обязательно узнаете. А еще в конце будет немного стрита. Ребята, сегодня я выехал через Виталий Нарана. Сейчас 10 часов. Обычно я не встаю раньше часу дня, поэтому для меня выехать 10 часов это супер рано. На улице, смотрите, какая прекрасная погода. Все неплохо, но вот единственная проблема, что очень много бабушек на тротуарах. Просто проехать нельзя, потому что везде бабки, они же обычно такие большие. Типа одна бабка может занимать сразу весь тротуар. 10 часов не очень кататься в этом плане. И куда я сейчас буду ехать? В общем, я сейчас буду ехать на Американку, всеми любимый, споты обожаемый. Причем проблема в том, что буквально вчера приехал на Американку трактор и начал ломать там трамплины. В общем, мы активизировались с ребятами, начали там писать журналистам всяким, делать посты в Фейсбуке. В итоге администрация района, Киева это все увидела. Начала сразу что-то делать, активизировалась, пошла на какие-то уступки, что-то там порешалась. Ну и сейчас поедем и узнаем, что там происходит. Я заодно сниму, что там поломали, что осталось. Как-то я вообще не по погоде оделся, еще не доехал до спота, мне уже жарко. В эфире рубрика «Неактуальный лук». Не, ну он, конечно, вроде прикольный, особенно мои штанишки. Вот такие вот, но жарко. Я уже вижу, вон там какой-то движ. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Третье. О, привет! И Коля здесь, и Аня здесь. Третье, у тебя здесь вилка новая, поэтому шток алюминиевый. Будь бдителен, он может сломаться. Слушай, ты здоровый? Это три, четыре. Это вот следы, первые следы разрушения. Нет, это из-за того, что у тебя жало. Ну да. В принципе, убирать. Вот это у всех, как бы, такое арбуз. Тем более мы здесь убирали сюда, неоднократно. Короче, я вам покажу, что тут произошло. Что поломали. Ну вот ту штуку. Идем дальше. Здесь тоже трактор проехался. Поломал вот контруклоны. Здесь были один, и потом он поворачивал на восьмерку. Там еще один, и вот туда. Вот это поломали. Ну там он еще трамплинчик один. Походу, это все на самом деле. Только что мне сказали, что это было предупреждение из-за того, что жалобы поступают якобы на велосипедистов. Хотя по факту вот эти все салфетки и мусор, который здесь лежит, это оставляют люди, которые вот здесь вот тусят. Они вот просто собираются вот в этих местах, где нет трамплинов, либо на трамплинах, на каких-то горочках, распивают там пивасик, еще что-то бухают и оставляют за собой мусор. А велосипедисты по факту там даже дальше висит кулек большой для мусора. Здесь все убрано, я просто выросла здесь, я знаю, что здесь было 20, когда я еще сюда в школу ходила, и здесь было плитон этих наркоманов и цыганов. Скучают, видимо, поэтому. Не так давно там внизу, где-то, да? Ну недавно цыгане там были, где-то пару лет назад, да? Наркоманов? Ну не знаю, наркоманы тут всегда есть. Я просто видел, там какая-то будочка была, там же еще у них, по-моему, что-то мы крали, чтобы тут сделать. На Америке, ну там внизу какие-то наркоманы были, или кто-либо бомжи, и там матрас у них когда-то спиздили, чтобы на Америку положить. Или поддоны. А, я таким, если не балк. Чего? Боевые велосипедисты. Чего? Чего ты хочешь? Экшен для любви. А что ты можешь? Я сейчас ничего не могу. Могу это банихоп на твоем велосипеде. На любом велосипеде. Ты не сможешь. Если просто дома себе осмотреть. Давай на подвесик. На подвесик? Пацаны! Пацаны, дайте банихоп на подвесик сделать, ага. Чего, будет банихоп? Скользко. С ванфутом. Саня, ты же говорил, не приедут. Шо это такое? Я же говорю, замышлся, парк. Сука. Не увидели его и повернули. Ну, вашу гаву не буду сносить, короче, тракторами. Блядь, вообще похуй. А там даже сносить не надо, просто можно спиздить, научно. Там дед есть. Как у нас на салоне спиздили скит-парк цены. Ммм, нахуяк. Такое было? Да. Скажи, пожалуйста. Железный скит-парк, жестянку. Хуяк. Сначала спиздили весь нержавеющий каркас. Точнее, нержавейку всю покрытие спиздили. А потом спиздили весь каркас. Мы такие, ну, найс. Рядом там просто стройка, типа, строится. До сих пор какой-то дом, и там, наверное, будет парковка вместо скит-парка. Ты где? Ты что делал? А? Катал. Ты что делал? Где ты катал? Катал. Там? Да, там катал. Заговнился уже? Ну, что да. Так, ребята, попротестовали, теперь можно и покататься. Там, кстати, очень мокро на повороте, там очень стрёмно разгоняться, можно упасть. Чётко. Это не моя схема, грязные вылеты. Чё это? Чё это ты... На, попробуй, иди. Я попробую. Давай. На. Ебать. Меня не жалко, телефон жалко. Ты с телефоном катаешься. Ну, не, отстань. А, у тебя когда-нибудь цепляет вообще? Давай, шо у тебя, не получается чё? Не получается чё. Еее. Давай, прыгай, прыгай. Это что? Давай трёху, Голя. Ебать, трёху. Я не могу доехать. Трёху давай. Я не могу доехать. Только что не снял крутое падение. Прости. Это твои кошки. Нет, не могу. Коля, ещё на другой госпит. Я себе так хуя... Никогда не сюрсовал. Я хочу стрит. Стрит, вот, смотрите. Я в него включил, можете нажимать. Хорошо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот здесь даже уже приехали новости. Крутая камера. Как делать баник-опы на таких велосипедах? Он снова ноет. Он снова ноет, ему ничего не нравится. Ну вот скажите мне, пожалуйста... Если вас заебал Коля, ставьте лайк. Кататься на МТБ и научиться на МТБ трюков. Зачем вы собираете так? Тебе же неудобно его выдёргивать. Тебе на нём сложнее делать баник, чем на нормальном, высоком руле. Это дёртовый бой. Чтобы оправдать вот это вот всё, он должен лететь дёрт метров пять, как минимум. И желательно с трёшкой тейбл топа. Вот тогда он оправдывает это. Он летает, я только что на него посмотрел, он летает. В глаза ему глянул. Вот и просто оттягиваешь свой прогресс куда-то туда далеко. Да, будешь как я. Десять лет кататься и нихуя не водить. Или как я. Иисуси, братья. Я сразу иду, чем ты дома занимался. Покуши свою бороду. Посмотри в камеру, чтобы всё увидели. Вот видите, вот это вот, оно само так красиво, это не крашу, честное слово. Катя работает на камеру. И умирает. Кадр красивый есть, лицо в грязи у тебя тоже есть. Так что, день удался. Прикол в том, что здесь очень скользко. Только сейчас заметил вот это вот. Смотрите, я вставляю туда пальчик. Я считаю, что это современное искусство. И никак иначе. Одни творческие люди здесь собрали. В общем, всё. Наш митинг закончился. И я теперь еду ещё покатаюсь со славой. Потому что погода хорошая, конечно. Ребята, сейчас попробую сделать ванэйти на слайд, на ванэйти по этой штуке. Видите, какая тут штука прекрасная. Это идеальный спот. Вот таких подобных трюков. Она по высоте вот. Ну, довольно маленькая, но если делать такие прихолюки, то, что надо. Жизнь не признала взрослым мужчинам. Говорит, взрослым мужчинам катается на ЛСП. Блин. 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 Ну ты не упал. Да в пизду. Тихо, тут дети. Окей, я сделал эту штуку. Теперь я попробую сделать бар сюда и бар отсюда. Сразу. В одной линии. Делался, да? Ой, фух, какой был плотный бар на бар. А я просто снимаю тут уже после. Ну, не важно. Вот, короче, сейчас попробую сделать. Мы только что провели консилиум, но мы не смогли вспомнить, как называется этот трюк. Можете написать в комментариях. Теперь я задним ударюсь об этот бордюр, запрыгну сюда на валрайт и сделаю с него гонетти. Как это выглядело? Я не знаю. Я смотрел в темный экран видоискателя. Давай сверху. Не, ну это сильно близко. Это должно быть в анейте на Тейл Пресс. Детану. Стукнув. Что ты сказал? Непостижимый. Смотрите, это моя любимая 145-я школа. Я здесь учился. Это мой любимый лицей. А это церковь, которую строят. Лицей, храм. Хорошо? Ну, так не очень. Короче, типы, смотрите. Когда я приезжал сюда в прошлый раз, вот это для меня была огромная высота для трехи. Сейчас я смотрю на эту штуку и понимаю, что я сейчас делаю спокойно отсюда треху. А еще я только что очень знатно улетел через руку. Вот тут у меня точечки трава была. Ну ладно, это было не очень больно. Аккуратно прилегла рядом с вещами. Короче, ребята, я нашел гренки для вас. Вы уже элитные подписчики. Поэтому вот такие вот элитные греночки для вас. Заходите, в общем, в сельпо, покупайте себе гренки элит. Не благодарите за совет, за этот лайфхак. Все, просто не благодарите.